Приветствую! Меня зовут Киасов Руслан и сегодня мы с вами будем говорить про Manix. Нож спайдерка Manix со сталью CPM-S30V на результатах тестов. Сразу хочу успокоить всех, кто ждал полноценного обзора Manix и разочарован тем фактом, что сейчас будет все-таки больше о тестах. Это не совсем так. Смотрите, этот материал это скорее часть обзора. Я не стал выделять это в отдельные части, но суть именно такая. Сегодня же я хочу коснуться, знаете, в большей степени тестового компонента, эргономики. А вот более ориентированное на непосредственный нож материал будет позже. Там, собственно говоря, и герой главный интереснее. Здесь у нас базовый Manix на клинке CPM-S30V производства Crucible. Рукояти стеклопластика G10 с замком CVBL. Если я правильно произношу, это Caged Ball Bearing Lock. Это ответ спайдерка на Аксис Лок Бенчмейда. А вот более плотно в формате самого ножа я бы хотел поговорить о лимитированной версии. С карбоновыми накладками и ламинатом на клинке. Состав пакета производства той же самой Crucible. Это CPM-S90V в сердцевине и CPM-154 в обкладках. Это любопытно, но все должно было быть ровно наоборот. Упор, упор именно на обзор ножа должен был идти первым. А вот упор на железку во втором. Смотрите, все-таки клинок из ламината, который состоит, по сути, из двух премиальных нержавеющих сталей. Да еще и на ноже спайдерка. Но вышло иначе. Вот, друзья, перед вами результаты тестов. И вы знаете, вот именно из этих результатов растет вот такая рокировка. Именно результаты перевернули все с ног на голову. Ножи спайдерка, вот по крайней мере стержневая продукция компании, никогда не была канонической. Гигантское количество людей оценивало продукцию компаниям, ну давайте скажем так, скептически. Вот есть такой широко известный в узком кругу характерный образ. Веслозадая креветка. Это, в общем-то, говорящая оценка спайдерка парамилитари. Иные люди видят сходство ножей с садовым инвентарем. И в целом, вообще, есть о чем поговорить. Но, однако, очевидно, конечно же, и то, что плюсы таки есть. Вообще-то, как бы не было бы плюсов, не было бы и разговора. И почти все знаковые спаи, знаете, не имеют четко очерченного, вот такое, прям вот выпистанного, характерного к себе отношения. Кого-то радует вариативность хватов у милитари, компактность и удивительное удобство делики. А кого-то, вот откровенно, раздражает ужасное расположение рампы на милитари. По сути, выключающая возможность серьезной работы голой рукой. Кого-то, в свою очередь, раздражает качество рукояти делики. Причем раздражает настолько сильно, что на фоне того же самого 1176-го кершоу, это выглядит как нелепая шутка. Вообще, отношение ко всем спаям всегда имеет вот чуть-чуть более широкую амплитуду. Друзья, я прошу прощения, если я слишком ухожу к кораблям, бороздящим просторы Вселенной, но сейчас все станет понятно. Один из принципов построения моих материалов, это вот восприятие через тест. Уже давно стало понятно, что отношение к ножу, вы знаете, может развернуться, исключительно потому, что тест прошел как-то не так. Причем во всех смыслах этого не так. Но чем дольше я занимаюсь, тем больше тестов проведено, тем больше проявляются последствия, скажем так, опыта, наверное. Все-таки общее количество тестов, только опубликованных тестов замечу, на всех материалах уже приблизилось или, возможно, даже перевалило за 200. Разумеется, к обзору Manix я подходил к вполне конкретным настроям. Я буду вот объяснять, почему это плохой нож. Да, я буду расстраиваться за некачественную термообработку, да. Буду сожалеть об отсутствии чойла. Расскажу о спорной, ну давайте так назовем, спорной эргономике. В лоб. 145 граммов веса на плюс-минус 70 миллиметров рабочей длины клинка. И это при толщине обухов 3,2 миллиметра. Баланс у ножа начинается там, где кончается клипса. Вы знаете, мои предположения вот об общем состоянии, они все-таки были обоснованными. И сейчас я не могу сказать, что Manix это плохой нож. Я так не считаю. Вот равно как я не считаю его хорошим. Вот с чем мы сейчас на руках. Как уже было сказано, баланс у ножа сильно врукает, и это нехорошо. Соотношение рабочей длины клинка к общей длине ножа традиционное для спайдерка. Рампа ужасная. При этом, при этом, вариативность хватов а-ля Милитари в наличии. И главное, рампа не проблема. Она есть, да, и позволяет ее использовать, когда это нужно. Но при этом рукоять сформирована так, что проскальзывание не было проблемой во время теста. Указательный палец вот этим местом в рампу не упирается, и ты не испытываешь дискомфорт. Рукоятка достаточно удивительным образом совместила в себе и разнообразие удержания, и силовую структуру реза. Да, совместила не идеально. Есть вопросы к положению мизинца, и, возможно, на более длинном забеге это сыграет. Но все-таки, все-таки, друзья, рукоять мне бесстойковая. Точился нож довольно обыденно. Насколько вообще обыденной может быть заточка спайдерка? К слову, сведение на выходе тоже не блещет. А на 36 градусах, если точнее, от 0,6 до 0,9 мм к острию. При этом уровень получившейся остроты вполне комфортен. А с учетом того, что это спайдерка и это тридцатка, можно даже сказать, что он хороший. Ну и самое главное, самое-самое главное. Нож резал нормально. Не как это делает спайдерка в последнее время. Вот еще раз, друзья, результаты. Конечно же, тут есть вопросы. В рамках вот такой рукояти и короткого клинка хотелось бы большего. Но тем не менее, тест прошел хорошо. Я не заметил ничего ярко негативного. Это был добрый рабочий процесс. Если совсем закруглить, я затрудняюсь вот оценить влияние баланса на таком довольно коротком забеге. Оно безусловно есть, но вряд ли оно решающее. И вот в целом тест не развернул отношение к ножу, если, ну уж точно заставил его переосмыслить. Манникс для меня всегда был ножом странным. Во многом это изделие компромиссное. Во многом это реакция на вызов. Но во многом все-таки это не самостоятельное творчество. И по сути, по факту, отношение к ножу, вот отношение ко всему этому было законсервировано. А в последнее же время на фоне потрясающих успехов спайдерка, оно лишь ухудшилось. Однако тест дал надежду. Во-первых, смотрите, она, все-таки эта надежда появилась на результативность спайдерка. Вообще, в принципе, их еще в вагоны тележку тестировать, парамилетры эндуры и так далее. И хотелось бы все-таки нормальной работы. Во-вторых, во-вторых, понятно, что Манникс сейчас, в 2012 году, вот на таких спецификациях, это по сути, ну, взгляд из прошлого. Но лимитка-то повеселее. И возможно, я подчеркиваю, возможно, мы узнаем Манникс получше. И главное, почему это офигенный тест. Вы знаете, мне постоянно в той или иной форме, вежливо, не очень, с сарказмом напрямую, всегда говорят одно и то же. Руслан, ну вот тесты, ну, ну такое, ну ты понял. Что ж, друзья, Манникс на это предельно четко отвечает. Пока ты ножом не поработаешь, ты ножа не знаешь. Закруглим эпизод Манникс «Новая надежда». Сейчас я с нетерпением жду теста лимитированной версии с карбоном и ламинатом. Там поговорим за железку, про замок, про внутренности и вообще, в принципе, сделаем, ну, достаточно взвешенные определенные выводы про сам нож. Если материал тебе не понравился, не стесняйся, поставь дизлайк и расскажи, как оно на самом деле. Но если понравился, ты знаешь, что делать. И не забудь подписаться. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok